Доброе утро, надо поставить фильтр, так я посимпатичней, как ваши дела, как ваше настроение, или у бракеты, у меня вот тут надоело. Смотрите, что я набрала на завтрак, у меня несколько видов завтрака, гранул с йогутом, семена чиа и каша на воде. Я все задумаю, чего вы съедите. Короче, каша на воде абсолютно безвкусная, вообще никакая. Семена чиа очень сладкие. Гранул с йогутом осталось. Пожалуйста, не подведи меня. Ну, если уж совсем ничего, то придется есть как-то омлет. Ну, как сладкий. Ну, короче, вот так вот проходит мой завтрак, в итоге я ничего не ем. Поэтому... Поэтому хунею. Ужасно сладкий, господи, господи. Каша вообще безвкусная. Знаете, по-моему, есть как. Знаете, что я в таких случаях делаю? Я добавляю оразисовую патру. Мой любимый бездрожжевой лаваш. Без сыра я просто жить не могу. Сыр это вообще мой экстаз. У тебя акаши-то есть. А они супные. Вообще безвкусно, пипец. Поставить ее, что ли. Да, ничего я в таких случаях делаю. Я просто солю. Я в кашу добавляю соль и кусочек сливочного масла. А еще можно добавить оразисовую патру. Какой сыр. Почти. Я любой сыр люблю. Вообще любой. Просто я фанат любых сыром. Как ты раньше ела 200 грамм овсянки? Да, это для видео было. Я не ела столько. Это типа если на массу, то мне пришлось не столько есть. Я это массу не набирала. Не любишь орать асовую пасту? Ты что, пти? Ой. Я за орать асовую пасту вообще жизнь готова дать. Просто. За сыр, за пасту. Спасибо. Почему ушла? Потому что я люблю свободу. Свободу. По-бу-га-ям. А там как в тюрьме. В коляре не сходить. На массаж не сходить. Маникюр нормально не сделать. Педикюр не сделать. В спортзале не потренироваться. По магазинам не походить. Не позаниматься. Режим нарушен. Режим сна нарушен. Режим питания чертит в кадре. Поэтому я люблю себя, свободу, общение. Многих аллергия напастна. У меня вся спина прощает. Да ладно. Ты кушаешь быстро. Я всегда кушаю быстро. Всегда. Я не могу медленно есть. Сорречку быстро. Что тут есть-то? Надо еще кашу взять. Я вообще как в армии. Я не понимаю, как люди могут долго есть. Долго-долго, знаете, такие сидят, ковыряют. Вот так вот ложкой по тарелке хрубают. Да вот, ну что так шумно. Вот и здесь все, и видите, тут очень шумно. В отеле, в кафе. Вот, вот это вообще кайф. Ну, это последние деньки я себе это позволяю. Больше я себе это позволять не буду. Хочу, еще кашу возьму. Я не наела. Я бы сейчас с утра наедаюсь. И в обед. И все. Привет, привет. Конечно, я фальшивлю. Что еще мне делать? Блядь, вам не угодишь. Плачешь? Чего ты ноешь? Пытаешься наладить свое внутреннее состояние? Пытаешься как-то кайфовать? Ты опять фальшивишь. Без мужского плеча тебе плохо. Отстань ты от меня. Хочу, буду фальшивить. Понятное дело, у меня на душе говно. А что у меня еще может быть на душе? Ну, что мне теперь делать? Плакать нельзя. Радоваться нельзя. Что делать-то? Давайте сразу застрелюсь. Привет, Астана. Не обращай внимания на влияние. Я буду. У меня есть мои друзья. Они будут мне давать мужское плечо. Подомним нужно будет. Суся, а можно делать все, что хочешь? Уже человеку не все. Спасибо! Как разнообразить сексуальную жизнь? У меня ее нет. Одни ко мне. Всем не угодишь, лучше не стараться. Да, вот именно. Работаю на двух работах и не понимаю, как столько денег зарабатывать. Никто не верил в силу инстаграма. Все грудили у виска, говорили, Вика ебанутая. Пишет всякую херню о себе. А чем это кому нужно? А чем Вика долбоебка снимает свои беспонтовые тренировки? А зачем Вика, куда она прет, готовится к соревнованиям? И так далее, и тому подобное. Вот так вот и зарабатываются деньги. Идти на пролом против чужого гнилого мнения. И все. Нью-Йорк! Я скоро буду. Домой скоро, уже давно хочу, потому что я уже сам. Будь искренен, тогда пойдем в счастье искренне. Мужчины, а не те, которые хотят хайпануть. Скажешь, просим, что любят тебя. То есть, как ты. Я всегда искренне. Единственное, о чем я не искренне, когда я вижу. Фальш. Я от тебя отговариваю. И делаю вид, что я этого не замечаю. Спасибо. Спасибо, я вас очень люблю. Я пойду еще качиваю. У меня нарощены только вот здесь. Только вот здесь, челка. Потому что челка, она всегда обломана. Все. В остальном у меня свои волосы. Здесь, здесь, здесь у меня. Это мои волосы. Я армянка. Я не знаю, кто я. Я не знаю, кто мой отец. Я не знаю, кто я. Армянка, русская. На. Рассказала вчера мужу твою историю. Он полночи не спал и просто орал. Как можно быть таким оленем? А, это не важно. Фу, у меня сегодня такой ужасный сон приснился. Вообще, представляете? Просто жесть. Блин, как это убрать? Круточек. Алленький. Мне приснулся мой первый муж. И я прям на видео видела, как он занимался... Как будто я с ним дамужем была. Может, уже в те времена, как будто вернулась. И он занимался... Короче, вял, что-то с лоб. И с другой. Зачем мне это сниться? Господи, боже мой. Зачем? Почему он в кофе? Потому что... Нельзя было меня обижать. Нельзя было обижать других людей. Нельзя было не ценить свою жизнь. Нельзя было ей так рисковать. Нельзя было унижать, оскорблять людей, которые слабше себя. Нельзя было травить себя. И так далее. Коми он... Никто не знает. Я не знаю. Я спрашивала, никто же курс. Если кто в курсе, напишите мне. Коми нет. Ну, честно, я думала еще давно, чтобы, не знаю, может быть, приехать, попробовать простить его. А ведь я до сих пор, наверное, не простила. Я обожаю лаваш. Это ливанский лаваш. Это ливано. Про виниры, решетка. Сатурян, виниры. Большой муж какой? У меня их два. Первый в Хабаровске. Сынуля в школе учится. Сатурян, я ей молоко никогда особо не пила. Отец, у тебя есть обиды на него? Я не знаю, кто мой отец. Я не буду я на кого суп подавать. Отстаньте от меня с этим Артемом, Русланом. Я вас умоляю. Я не вегетарианка, просто не ем мясо. Живи свою жизнь, никого не слушай. Я сам тебе не стараюсь. Мне сегодня объяснился мой муж, как будто развелись. Это типа не любил, а потом перед глазами появилось. И ничего есть, так может стать необычным. Новый год, я думаю, я встречаю, хотела на Бали, но мы не успели. Только в феврале. Я не знаю, может на Филиппины. Не знаю, буду сейчас смотреть, думаю. Хоть с друзьями, с сыном, с подругами. Какой-нибудь большой дружной компании. Ни одной. И он еще кашляет. Просто простить его, чтобы он жил, что любишь, чем того, что его простить, ничего не поменяется. Надо ему изменить себя, тогда изменится его, если вы такие простынные. Есть в контакте. Да, в контакте вообще вся моя жизнь. Знаете, одно дело знать, радикальное прощение, а другое дело все это не применять на правильный. Наверное, я все-таки никого не простила за все эти боли и обиды, которые мне причинили. Наверное, поэтому я все и просила. Надо учиться. Надо пробовать. Я не знаю. Тебе неинтересно знать об отце. Это тяжелая история, очень больная для меня тема, и я не могу ее рассказывать в соцсетях, потому что эта тема касается не только меня, но и моей мамы. И об этом знают только близкие. И, к сожалению, я не могу рассказать так, как оно есть на самом деле. Почему мясо перестало ебать? Ну, потому что мне надоело, потому что я три года ела одну грудку, от которой мне уже тошно. А другое мясо я и так никогда не ела, мне оно не нравится. Улыбайся. Не хочется. Зачем вы что попало и пишите? Каждый человек строит танцы. Может, летаешь первым не умеешь? Ничего не буду говорить. Это пипец. Да, очень тяжелое. Вы же вроде с братом пацаны даже встречались. Я говорю, это тяжелая история, я не могу ее рассказывать. Мне кажется, что у тебя глаза, она мокрая. Бывает. Хэштег заблокировать. Да блин, столбали уже это. Инстаграм заблокировать, реально. Не хочешь открыть свой салон красави? Нет. Когда последний раз была в Хабаровске. Давно? 10 лет назад. 11. Я улетела в Хабаровске, мне было 19. Сейчас мне 20 лет. Какой план по восстановлению своих эмоций? Нет планов. Пиписал, что у дочери и дочери, когда планируешь, я уже сама рожу. Как я сама рожу от святого духа? Я вас умоляю. У меня с Кезу на год без секса. Я не хочу никаких половых связей с мужчиной. Не хочу. Все. Не хочу. Ухаживание, общение, да. Но никаких личных сексуальных связей. У дочери, когда на жопу сяду, перестану мотаться из города в город, тогда, потому что дочке нужна мама дома. Дочери, когда на жопу сяду, перестану мотаться. Дочери, когда на жопу сяду, перестану мотаться. Я не обязана получать пройдет в репети, просто дочери, не рассказываю, решу эту проблему. Я не могу решить, она нерешаема. Если людям не нужно знать, не нужно как-то содействовать, я причем, почему я должна что-то решать. дочери. Я ее уже и так дочерачиваю, решила. Я не хочу. Какие каши. Каши на воде. Дочери. Не вкусные. У нас был набор ФК. Краснодар. Лучший фут в Краснодаре и вообще России, где дети живут и занимаются профессионально. футболом. Но он перестал иметь это желание заниматься футболом, потому что Руслан сказал, что у него кривые ноги и он не может даже попасть в мячу. После этого всего желание Артема заниматься футболом отбилось. Заставлять вот заниматься футболом я не могу. Мне нравился бокс. Он хорошо занимался боксом, но у него началась ритмия. Все, я уже не плачу. Все хорошо. Просто давайте мне про дочку. Я не буду плакать. Я не буду плакать. На борьбу я не хочу. Я через 6 лет забеременела. Сейчас из-за реанимации перевели. Только надеюсь, что будет хорошо. Конечно, хорошо. Встреча с подписчиками в Краснодаре. Может быть, планирую. Мясо чистится изначально Артем. Может, Суворовская. Уже поздно. У меня вообще он такой медийный. Он будет заниматься в медиашколе. Актерское мастерство, ораторская речь. Я не могу говорить на тему отца. Я не могу говорить на тему отца. Пожалуйста. Я не могу сказать. Эта тему касается моей мамы. Да, я встречалась с братом по линии отца. Но есть много но, 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 но. Которые я не могу озвучивать. А что Руслану ребенку говорю? Лучше вам этого не надо. У моего тоже перевели ко Петюму. У Костольского. Это с Вантром. Нет, я не в Краснодаре. На дом 2 я не вернусь. В Вадиме и Умале. Мне кажется, ему больше чем медийный идет. Сохрани, пожалуйста, наш любимый сериальчик. А как относится к сообществам антихотия? Надеюсь, что этих тварей скоро не будет. А где твои родители? У меня только мама. Да, шумно очень. Купец. Да, тема с Русланом дошла. И уже очень давно. Иногда Финнес Тургуба. 16 февраля. Сейчас я подбираю отели. Вот. Нашла зал. Экскурсии. Сейчас нужно все посчитать. Сделать одностраничный сайт. И всю информацию я вам вложу. Никого не убирали с ролики, души? А принцесса подруга Суматов. Я не принцесса. Мне понравилось, когда сыночек снял босоножки делать в Маскаре. Как будете делить имущество? Он на что-то пути будет. Я ему отдала машину. Все остальное имущество в рассрочку и в ипотеку. За рассрочку и в ипотеку плачу я. Когда в КРД. 18 ночи. Хочешь жить? Конечно, хочу. Очень. Очень. Я тебя люблю, я люблю. Я люблю. У меня айфон и ксер. Дрифт Гиджи Дубай. Ну, очень крутое место. Что рассказать? Дорогое. Отель 5 звезд и при отеле бассейн. Мне за рекламу. За рекламу подружки моей. Бесплатно. Я была там бесплатна. Спасибо. Да, делала подбородок. А ты с этой айфону хочешь? Ну, не знаю. Ты же суп подавал. Завинькому я люблю подавал. Батя теперь неинтересен. Такая хорошая. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Хочешь приедем к Батя по баллам? Нет. Как полюбить себя. Если бы я знала, я бы вам сказала. Тренировки на пилоте. Не знаю. После оплаты рассрочки он может подать в суд на раздел имущества. Ну, вот надо разделять прямо сейчас. Сколько по времени фитнес-пур? 7-9 дней. Они варианты жить в отеле, а не занимать жилье. Ну, нет. Что-то очень любишь кушать. Я люблю авокадо, рыбу, сомку, креветки, кашу, сыр. И все такое. Не хочешь изменить свою палу? Нет. Все, ладно. Целую. Пока-пока. Уже пора собираться. Меня девчонки ждут. Поеду. По делам. Буду учить английский. Буду. Обещаю. Семок Руслана нет. Слава богу. Все. Целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»